так доброго ранку всем почали сегодня таки не будет история будет таки дайджест добыда поехали в общем с моим промокодом вы можете бесплатно смотреть мои влоги промокод в описании шутка надо я просто смотрел с утра влог поездки в италии девушки и там как раз она так говорил о промокоде на сегодня буду говорить в основном внуках зубатого вчера произошла операция лошара тупой еще тупее о ней поговорю но американцы всю жизнь так действует принципе поэтому буду рассказывать на пальцах и показывать стрелочки откуда они пошли на словами великого цитатора великого бульбы бульбы первого единственного а представьте у них он один да я уже шестой десяток так плотно лопачу и и он у них бульба 1 так с утра я побывал на амальфе как проснулся включил девушка поехала подруги на мальфе и они беседуют сидят в ресторане пьют лимончелло такие зафлиртует заигрывать с итальянцами хотя у нее раньше муж был когда она уезжала барселона я уже давно его не смотрел и она горит как ты хорошо выглядишь а ведь мы поделись секретом надо другого раз рассказывает ну я весила 60 килограмм а то начинать ей парировать так я сейчас вешу 60 килограмм что ты хочешь этим сказать пообщались для женщин вес это больная тема не на есть возможность сбросить конечно то это по приколу ну классно это здоровье это сердце это только вам но если уже набрали вес ну такова ваша доля так обмен о сколько в этом слове для сердца русского сливой за а сколько в нем это звалось буду рассказывать об обмене вот когда шина произошла желтного октябрьская революция и наши земляки троцкий там зиновьев и другие сделали ее революцию в россии в российской империи то белогвардейское движение мигрировало в европу они все были оппозиционеры которые воевали против красных я буду а те говорить кто с ними против них в них стрелял я даже не буду говорить о шендеровичах я буду говорить о тех кто в них стрелял был такой адъютант франк для скоблин он а в те времена в вы не при николае втором было так алла пугачева того времени это надежда плевицкая архи богатая певица которая там пела романсы и всем просто ну шаляпин тихокуре да вот это была надежда плевицкая дала пугачева и она со своим максимом галкиным скоблиным отступая с крыма эмигрировали в константинополь а потом приехали жить в париж через белград в ранге остался в белграде и они вербанулись у них были концерты прекрасно им давали им платили хорошие деньги то есть деньгах они особо не нуждались скоблин стал промоутером своей жены надежды плевицкой их вербануло нквд да и они начали убивать вот к утепова и еще ряд заметных белогвардейских генералов и офицеров они помогали их воровать вывозить в советское посольство и потом вывозить в россию и убивать да и такие были эмигранты белогвардейского движения надежда плевицкая и ее муж скоблин да потом еще была такая заменитая семья тоже ублюдков нквдистов они были официально тоже муж ее был белый офицер типа воевали против красных они жили в праге им чехия дала приют мужа чехи очень с открытым сердцем приняли этих ублюдочных дегенератов это было цветаева до цветаева ее муж сергей фрон это была ячейка нквс нквд они тоже этим занимались какие семья этих певицей и адъютантом врангеля до плевицкой они занимались подрывной деятельностью в европе нквд и потом и фрона отозвали на родину сергея фрона и но они ж когда их отзывали многих сталин казнил и фрона казнили и потом умерла цветаева да вот так погибла семья типа знаменитой писательницы цветаевой и под той точно такой был александр довженко ублюдок которого тут студия имени довженко это был агент нквд который занимался вербовкой и агентурной деятельностью в германии в европе и в польше он например юрия тютюника выманил в сцеры и ряд еще офицеров унр которых потом казнили ну а запорожца позывной запорожец его не тронули хотя на запорожца тоже стучали все начиная от его новой жены и заканчуя близкими друзьями выдатными писателями украинской в ссср вот так вот такое кодово существовало также был знаменитый лидер пан славяне пан славянизма в ссср писатель архипелаг гулах у него позывной был некто стал жениться чтобы выжить в лагерях нквд он сам стучал ну так нужно было не ты сдашь так тебя сдадут а потом он тут стал типа в ссср протестным писателем и его забрали в сша из сша через года два он начал тошнить там на соединенных штатах америки и конгрессмены поднимали и питания тему вопрос а зачем мы этого гондона приютили в сша да но тут правда публично лил понос на соединенных штатах америки и еще был такой знаменитый и есть уроженец галичины такой ну львова это гриша ельвлинский позывной гондон в фсб он официально типа лидер оппозиционного движения российской федерации ну до навального точно был у него ты блока движение ты блока его путина золотил за его вот эти все выкрутасы фсбшные но это дети зубатова вот это ж зубатов был знаменитый человек который делал корчинских и ему подобных и зубатов вот это же и явлинского явлинский это их не продукта он живет шикарных виллах ездит на майбахах этот оппозиционер и рассказывает как жить украине нужно понимать что но взять алекса алекс которому кирдых башка пришла алекс тоже выпускник института в котором учились только офицеры кгбсср которые должны были работать с иностранцами это патриса лумумбы и умумбовцы это все были шикаре бисты он закончил этот лумумбы и избушка его повела уже по работе в российской федерации и они там а он был зам губернатора помощник губернатора края вот вы можете стать помощником губернатора края не это они могут кто работает с конторой и был на для член наблюдательного совета аэрофлота вот если вы в аэрофлот захотите прийти в работать то вас устроит работать багажном отделении будьте мешки носить да и за вами будет смотреть 277 камер да он был член наблюдательного совета аэрофлота но просто он потом с ними поссорился и пошел своим путем и его принципе и выпустили когда траванули уже ушел на труп отбился но он думал что так как у него высокий статус сотрудника комитета госбезопасности то ему упростят ну где-то вот он знать как поп-гапон играет на на ставки на повышение на понижение но в этот раз уже ему не простили агенты часто ссорятся со своей конторой это нормальное явление вот вчера был обменен например они что это было покушение у одного из киллеров с поймали красикова в берлине дети велосипедисты и он был очень дорог путину и вчера обменяли позывной в оперативном деле фсб куни 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 ксюши куни линус ксюши илью яшина это тоже такая пробка которая была внедрена например в это движение всякие там ты блока им подобные и его обменяли то то есть он например яшин последние пять лет до ареста был он же был депутат мост госдумы да и возглавлял если не путаю а то что точно он возглавлял комиссию по вай при военкомате городскую которая отправляла солдат воевать в украину это этот яшин оппозиционер да то есть он отбирал пять лет солдат чтобы нас убивали это он такой был оппозиционер и этот куни линусы ксюши собчак и потом же он вот убежал в стамбуле был стамбуле дуть у него берет интере говорит а тебя что могут и по арестовать там всех арестовывают но это пойми мне надо прилететь в россию пуша красникова арестовали в берлине и я выдам за себя за лоха за политического деятеля и потом меня обменяют на красникова то есть меня вызвали уже кураторы надо лететь обратно в россию до далее где там 7 лет ему сказали через два года улетишь сша мыть и мы поменяем нашу там контору спалили нужны новые агенты мы забросим вас новых до и получается сейчас илья яшин прилетит ему полумный байден даст премию мира он будет его лицо будет или тейбл или и бава на журнале тайм и он выступит с речью как жена алекса члена наблюдательного совета аэрофлота о том что не надо вводить санкции экономические против россии народ ни при чем народ арестован бандой путина и в россии нельзя вводить экономические санкции да народ ни при чем то есть по посадкам нашим возле часового яра бежит и путин они народа ну в общем вот такие проходят обмены все радуются идиоты все от этих с у нас же понаехал от этих тварей комитетских это евгений киселев в этом этот сейчас у него в очках постоянно выступает жирнов потом юрий швец потом этот семья их целая мигрировала усатый такой болгарии живет гудков да по моему все полковники комитета госбезопасности спрашиваю сушать биографию евгения киселева ну да я с молодых лет был переводчиком генеральном штабе ссср в кабуле да ну вы же понимаете что это непростые люди они позиционеры почему пуша пришла новая власть путина и они курятник частично ельцина поломали и все кто кормились под ельциным они включили обиженок и все вот такие позиционеры там же еще это есть плеядом оппозиционеров с эхо москвы наши мальчики называется мальчики в трусиках это альбац ее папа был заменитым полковником смерша нквд в николаевской области убивал тут украинцев она великий оппозиционер на эхо москвы орала шо под бахмутом наши мальчики безбронников точно такой у нее есть это друг шандерович писатель кто же говорил что это наши мальчики их там целая плеяда и венедиктов веня то есть эхо москвы таш чистом виде был продукт комитета госбезопасности или фсб который сейчас с него сделали живой гвоздь там постоянно у него такой юрика баладзе один из руководителей службы внешней разведки да и много других гостей на сплошные были живые гвозди эти идиоты американцы поменяли одного русского агента на другого и вот теперь задача яшина какие жены навального орать везде что санкции против россии вводить нельзя вы должны покупать нефть газ никель медь и овова и все остальное россия по над усю поэтому у нас вот эти все гудковы швейцы там киселева евгений жирновы с утра до вечера на всех каналах наших этих паучок нитых жирнов расскажите что-нибудь нам это что-то карамурза его отравили она лечилась там сша говорят там арестовываются я еду в россию мне надо пойти на обмен красникова арестовали еще кроме красникова точно таких пять человек арестованы сша мне надо пойти на обмен я еду в россию все вот это даже гершкович это шватная особь была которая лазила в той москве постоянно долазилась пока тоже села на обмен и баскетболистку которая ехала с наркотой тоже обменяли встречались как национального героя то есть если ты везешь там дозу героина условного либо кого-то каннабиса тебе где-то принимают то ты можешь стать героем сша мы же помним эти списки срач штаба навальной которые просили штаб навального которые просили не вводить санкции против альфа групп да мы это все помним вот этот был такой но знаменитый его пишут что это журналист военный корреспондент публицист поэт уроженец города киева был илья григорьевич эренбург все его знают как писать на но оренбург был алексея толстого послали в берлин он там руководил этим штабом нквд алья эренбург был париже если условной плевицкой либо скоблину нужны были деньги или план действий как кого убить или где взять пистолет или как застрелить петлюру где он проживает то они приходили к этому писателю который был типа оппозиционер официального знания илья эренбург им выдавал деньги да на спецоперацию илья эренбург заметный разведчик но в российской википедии это поэт переводчик с французского испанского это был юрий швец того времени илья эренбург как и писательница цветаева так что общем у меня будет лог сегодня называться операция лошара тупой тупые всех тупее да ну что-то типа такого дипломатия зеленского ну там дядьки вот это аж я некоторых там слушаю моего возраста то что-то видно перемога не пиде что-то такое ганьба ганьба мы в него поверили який перемога на смотрите украина экономика ну кто с головой дружит они дурачок это когда ты попал в аварию тяжелую ты уже не живой ну чудом тебя до приезда твоих родственников чтобы запротоколировать твою смерть подключили к искусственной вентиляции легких но пока это так видно то есть на пенсии у нас нет дефицит бюджета огромный налоговые недоимки огромные все финансируется за счет доноров и доноры сказали что по всей видимости двадцать пятом году нам придется отключить аппарат искусственной вентиляции легких и зеленскому это объяснили на пальцах потому что у него еще шесть месяцев назад было только наступ границы до владивостока зеленый клин мы будем жить хабаровске украина и кубань сейчас все по-другому без сарказма он понимает всю пагубность этой ситуации уже 25 год в одни питания вопросы поэтому он сменил риторику так как ну пытается головой думать и вот вам сказал что будут перемованы да будут перемованы бо воеваться исключительно про бабки в цепь йонзе якщо нема коштов то и нема вины все да солдата три раза в день покормив два комплекта форму выдай в массу снарядов снаряды там выплевываются просто как с харкачки и т.д. и т.п. этот это десятки миллиардов долларов за квартал их нет просто физически не можно напечатать кучу гривны она будет стоить как боливары в ленисуэле но кому от этого будет легче я же говорю первую мировую войну германия начинала как топ страна а мы тогда мы не германии никогда не были одна марка стоил один доллар один фунт а когда они заканчивали первую мировую войну то за миллион марок можно было попить чашечку кофе ну да ну или мили 2 миллиона марок стоила буханка хлеба хорошего свежего и немку можно было трахнуть берлине за 2 доллара самую красивую поэтому мы должны понимать можно дядька мы такие усы отпустите и кричать ганьба яки перемованы перемованы не будет я тоже не заперемованы я тоже за фс замены но их нема они их не вырабляют мы ж не будем плиткой этой тротуарной имени филатов там саде сказал что днепр никогда было не был пророссийским городом ну а кто делал этот севастопольский парк русской славы моряков не филатов не шо он выдумывает если ты на те есть выражение например у януковича остановитесь или у этого у бульбы первого а я вам покажу откуда стрелочки а у филатова есть выражение финализация так финализация да стресс был да понятно ну а кто тут клеил перед второй фазой отторжения мураева по всему городу расклея мураева и в мостите должен был быть концерт шнура ну кто его делал не филатов цене так нам спонсоры сказали все концерт заканчивается за наши деньги нет за свои танцуйте наши понимаешь что за свои танцевать не смогут воевать будет кто-то бесплатно если зарплату не будет платить это как вот боксер кто боксировал меня проника не хотела проигрывать я не хотел проигрывать бокс просто не хотел ну кто-то был сильнее кто-то меня в нокаут посылал я сидел плакал потом после боя делал разбор ошибок почему так да ну нужно понимать что мы не не мы не за свои танцуем а кто кто платит тот и танцует но это очевидно из плохого водителя зова умер плену увидите людям которым 6 десяток они не выдерживают плена тем более плен тяжелый не такой как у нас сам чмоня какая-то сидит на диване рассказываю что но я не хотел воевать меня арестовали силком направили друг порошенко и леонида кучмы дыркач идет от астрахани совет федерации российской совет федерации на и он же на первых порах зеленским сотрудничал когда они разоблачали байдена даже против сына байдена эту компанию возглавлял дыркач надо ну из плохого тоже спущен на воду какой-то не павел себастанович писал тогда что ему этот мак макс бужанский есть макс барске а это макс бужанский говорю что ему и в зенитке турция не продает потому что это запрещено а корветы нам продают то есть корветы которые несут крылатые ракеты корвет это ракетоносец который топится за 25 минут то есть гурмо буданов и малюк сбу показали как корвет в акватории маленькой лужи черного моря топится за 20 минут с помощью семи этих беспилотников точно такие беспилотники есть у россии и не только беспилотники и у наших уху хватило ума заказать и уже два корвета вчера спустили на воду иван выговский то есть эти корветы покупаются не для боевого дежурства мужа его нести невозможно эти корветы будет стоять турции пока не закончится военный конфликт а потом их привезут в одессу и будут на них плавать парады делать то есть если у нас нету zrpk вот сырский выступает у нас нету тактического пву а слова совсем эти залы беспилотники супер камы летают по всей украине то есть если у нас нету ключевого чего-то да и мы накупаем эти корвет один корвет стоит совбесом вот уже чтоб поставить все эти турели все эти ракеты современные которые будут из пола вылазить это стоит примерно 750 миллионов евро ну под миллиард вот это один миллиард и 2 миллиарда то есть два миллиарда топятся за 25 минут ну а что это такое там вот этот умеров стоит турок рады турок гражданин сша министр обороны наш что-то у него не получится он рубашку переодел свою и улетел к детям сша ну так и живем кстати вот по историческим темам которые я вам рассказывал смотрите тадеушко стюшка генеральное сражение за независима сша в гражданской войне одной из ключевых битв под гетербергом выигрывали поляки крыжановский двоюродный брат шопена потом поляки пошли с французами против россии и поэтому поляков такие большие инвестиции такая большая поддержка сша и франция но мы вот если взять историю там последних 300 лет вообще нигде не взлетали наши общины нигде а поляки насколько были активные пассионарные да ну про командира 80 бригады я говорю вот этого эмиля и школа но отстранили пуша отказывается выполнять задания которые приведут потери большой личного состава ну это плохо я говорю менять можно их не менять если мы не будем решать там три-четыре важных вопроса это борьба с пехотой и например борьба с кабами то от перестановки слагаемых сумма не меняется сирена будет в общем да мне задавали вопросы мужики ну которые отрезали себе писюны и сделали вагину они боксируют против женщин боксе я не знаю как называют трансгендер или транссексуалы я постоянно их путаю но это ужасно но от выше вот этот дядька только женские половыми губами и начал итальянку женщину избивать первое а я против женского бокса его надо запретить женщина не создана для бокса никакого мм и и все я здесь против эмансипации я против этих трансов в боксе ты иди с мужиками боксирует даже если дядя там вагину и там не еще писали я забанил двух по боксу любительский бокс и профессионально это сугубо договорным мальчик в основном на 90 процентов только топ мальчик которые стоят огромных денег там возможно еще какой-то спортивный принцип я приводил пример первой международной боксерской ассоциации которые были с собой осознан с сша я создала мафия и все создатели этой организации сели от 15 до 20 лет их садил брат кеннеди это первое у нас например все достижения боксеров в украине их делал такой был продюс это был богатый человек свинницы пророссийского характера который владел корпорацией мастабуд он воиба и в яба это две организации международного либийского бокса возил тонны денег для того чтобы выступали ломаченко усик вот когда есть например бой бетербеев усик спорный да то чтобы усику посчитали правильно за это платились деньги это сугубо купленные бои сейчас об этом рассказывал личный тренер кличко как возили за за вас за вас я талантливый но за него возили деньги миллионы долларов возил продюс вот сейчас нету продюса не будет никаких успехов пока не появится новый против у нас всего на олимпиаду прошло три лицензии я думал что там будет захареев но он резко сдал вот я его смотрел бой во львове чемпионат украины был он просто никакой 71 надо наша надежда было два уже явно проиграли наших боксера и третьих дня которого я просто на дух не перевариваешь это не бокс это драка в пивбаре он боксировал против украинца который переплыл речку тиса и боксирует за орбана за венгрию и он у него не выиграл мне говорят а ты что не бачил что судьи 40 написал это мне все равно что они там считали я пересмотрел я пересмотрел тысячи боев в любительском боксе когда даже наш боксер со сборной украины бьет постоянно россияна в голову но нашему ничего не считают вот яркий пример роман романчук мой любимый боксер с города стри львы львовской области он на время я выиграл на чемпионате украины но мне сказали если у тебя не будет спонсора ты нам не нужен он поехал в москву и нашел спонсора и боксировал за сборную россию и бассана валил этих лидеров сборной кубы и выиграл кубок мира и многие знаменитые соревнования роман романчук муж он с бедной семьи которой нету вообще ни гроша мама мама продавала в стрию на улице кофе из термоса разливала но бедные люди я в этом боксе прожил 11 лет у меня есть друзья призеры кубков мира призеры олимпийских и бронзовые побеждали например первый чемпион мира среди профессионал у нас был синий пупов мой спарринг-партнер разбил хлам синий пупово но вадика не было денег чтоб за него платили а оси не пупова были пуша он из донецка все если у тебя нету денег тебе так посчитать что мама дорога и хижняк этот бой не выиграл как и усик мало того я например за усика заступался в бои против дюбуа я плохой для тех кто болеет за дюбуа я сказал что узбек проиграет воскресенье кроуфорду на меня подписалось пару тысяч узбеков на влог и тоже мне там пишут с утра до вечера кто я такой ну это в жизни судьба комментатора поэтому вы посвятите например 40 писать для жизни изучению тема бокса а потом умничать я готов например обсуждать бог столько с теми с кем кого я знаю кого я уважаю как боксеров для меня вот эти даже беленькие там всякие они же не авторитета вот есть влог хорошего молдаванина я уимов он постоянно записывает влоги со знаменитыми боксерами чемпионами мира там вот нас арзубек назаров недавно выступал в его влоге олимпийскими чемпионами они рассказывают какой-то он приезжает на кубок мира а ему говорят баку азербайджан заплатил натурализировали кубинца и за него уже заплатили в этой весовой категории поэтому даже если ты ему будешь 100 ударов бить голову заплачено да вот такой был знаменитый бой рой джонс в восемьдесят восьмом году в сеуле боксировал с корейцем он корейца избивал просто с левой на правую корейцу поднимают руку корее чемпион как пишут казахи постоянно в аиба платят нормальные деньги за хотя бы за две за три категории да у них есть неплохие боксеры но за них тоже платят чтобы они выиграли и эти ж казахи потом пропадают их нету в профессиональном боксе так и россияне платили вот у них был саитов олег по моему саитов двукратные 2 золота на олимпиадах а профессиональном боксе он даже не взлетел пуша он уже там никакой и вообще про любительский бокс превратился в художественную гимнастику все вот художественной гимнастики украина никогда не могла выиграть у россии почему пуша жена винер усманова самоблатого человека россии платила покупала всю федерацию с потрохами точно так например россия купила себе право проведения олимпиады либо озолотили мишеля плотини и буатора чтобы у них проводился чемпионат мира по футболу все платное все покупается все вот например китай самый большой донор в международный олимпийский комитет мировой как ну в олимпийское движение и вот этот рачанков сша сейчас живет он давал интернет китайские спортсмены вада антидопинговым агентством вообще не проверяются у пловцов 21 пловца были положительные пробы вода их аннулировал поэтому кто платит тот и танцуют все там балашов выступал у этого юрия канавальчука говорил что или ковальчука не запомню его фамилию шоу россиян проблемы с частными платежными системами карточками это бред у меня знакомый с москвы у него 8 карточек платежных киргизские открыл еще узбекские карты казахские грузинские революции революции открыл он всеми финтехами пользуется вообще нету проблем платежей вчера вот этот крашеный петух выступал у дудя я забыл фамилию он там гнал на нас и ну ублюдок хочет захватить одессу то он свободно через турцию полетает куда угодно да хотя он списках под репрессии которые сделал типа фонд навального на олимпийских играх печатали коня на гимну израилю арабские болевальники кричал хай гитлер ну идиоты а ну вот это слушал олеся передача садочек с якименко но якименко сейчас хочет занять нишу фарион и этого и карчинского он хочет их вытеснить ну что если ты переважно русскую мову и русскую спелкуйся то ты москаль кто не к скачет и москаль и с ними ему оппонировал олес олес до ней был бог и там зашла тема что немцы не говорят некоторые члены бундестага что араб который гражданин германии его не хотят брать в армии пуша но ненадежный я рассказывал массу историй когда даже петр первый делал свои перевороты утверждался на кроне на троне за счет чвк германии до немцев того времени пруссии он снегтов я к чему хочу сказать это смотри сборную германии по футболу рюдигер защите африканец в опорной зоне сами хедира из туниса нападение играют тоже два чернокожих но полкоманда чернокожих то есть прославлять или там в защите нигерийцы могут играть сборной германии по футболу а в армии рядовым служить не может ну просто бред и есть ну и общем якименко хочет создать какой-то какого-то инкубационного украинца вы же должны понимать что в итоге получится богдан сташинский который пойдет убивать бандеру или ребета либо олександр довженко який будет працювать на нквс да или вот я смотрю в лох в сумах ведут два молодых блогера про историю они пригласили ющенко так туды новин сум и я ж помню это улез до нее проводил акцию украина без кучмы и ющенко их назвал покидками сказал кучма цемить батько мы все вспомним и потом когда пришел классе ющенко он назначил своего брата петра на росу кренерго тему оттуда брали деньги и когда юля появилась кабмине они же на основании этого газа пересрались мужа юля начала мочить курс украинерга мужа она знала что петро ющенко сидит на теме русс украинерга да и продал банк свой частный они продали о пг лужники ющенко и потом же лужниковцы при ющенко приватизировали часть обуэнерго как целый она працюет и вот эти два молокососа сидят там и облизывают эти ягодицы ющенко вы великий вы самый великий президент в украине у вас такие вышиванки вас такие пчелы у вас такие мед и потом же ющенко мочканул юльку и сделал президентом как пишет пресса янукович ему сильно много бабок закрышил дочка ющенко сидела в ложи с ахметовым на футбольных матчах мы же это все памятаем и ющенко привел в классе янукович все юлю прибили поэтому и вот эти два молокососа ублюдочных сидят и ему вылизывают его ягодицы когда была украина без кучмы то ющенко сказал кучмацами и батька аце покидки да и улеса до дня под белые ручки отвезли в на хату в общем легендарный футбол тренер по футболу ливерпуля коп сказал что больше тренировать не хочет мне 57 лет от красавица и выиграл все его время ушло вот такой чудак до добик наш переходит в рома от видео меня сегодня много спорта я считаю мои предпрогнозы что добик больше десяти мячей серия не забьет и в риме его начнут проклинать они играют 442 в этой системе надо много бегать он бегать не любит поэтому это не испания в италии полузащита играть совсем по-другому там надо пахать поэтому если они думают что они купили нового рома у как будто они ошибаются они попали на бабки о покушении на вот этого лидера хамаса говорят что и помог его уничтожить ватсап программу ввели какую-то там программку пегасус и они уже его вели где он ходил ну да там уже 27 версий но моя основная версия это его ракета остался в 35 с ираком подстрелили говорят что вы выпустили больше 20 ракет евреи сейчас ждут обратно прилет по израилю израиль по большому счету за неделю убил 5 тузов 5 самых мощных лидеров вот этой говна ну как бы никого не убивали когда система работает сегодня будет не хамени будет хамени и и все тут надо где-то базово с ними договориться пуша эта песня без начала и конца в киеве чуть не убили юлью пономарева прилетел шахет я считаю это было покушение на него но ему повезло хотя пол лица разорвало витая у вас мы отримали другу серебро да у нас серебро с рыбу наш ну мы тем вот если бы было бы олимпийские игры там же сам вводятся новые виды спорта вот если бы вели единицу минирования танка либо работая феведроном либо выстрел с противотанкового гранатомета то мы бы были бы чемпионами олимпийских игр дано у нас сейчас такие соревнования или метание гранат или в окопе дуэль кто кого быстрее убьет ну и наши из винтовки пулевая стрельба у меня товарищ был чемпион монастер по серебе с пистолета мент и вот это он выиграл серебро витаю вас всех делал репост хороший влог был у нас если вы в сша у наших побратимов зерпы кашка для тактическое пво называется в эйди кто ведет и военные влоги либо с министерства обороны меня смотрят ну классная тема там btr который плавает канадский очень проходимый стоят 8 этих этих птер кашек на 8 километров работает воздух стингеры и гау-12 пушка которая работает до трех с половиной километров отличная штука и радар томсон французский смотрел передачу про знаменитую фирму пуховики шьют монклер гренобль это куртки для богатых людей то они купили как компанию stone island самая модная сейчас среди военных но шьют милитари стиле ее основал массимо осте итальянец так самое интересное что он эту компанию stone island основал честь книг произведений уроженца бердычева поляка юзефа коженевского мы его знаем как джозефа конрада и он читали его произведения назвал эту компанию в честь его подразить произведение stone island вот так вот джозеф конрад он был агент британской разведки хотя он сам был из бердычева но потом начал писать красивые произведения о морских путешествиях делал репосты в лога российского блога о самом получается результативном хоккеисты нхл за всю историю нхл он играл всего лишь 10 лет из-за того что под получил в детстве травму колена у него были нарушения позвоночника опорно-двигательная система но за 10 лет он стал лучшим бомбардиром всех времен и народа в нхл лучше грецкий и овечкина это михайло боссы украины 100 винограв за нью-йорк рейнджерс выиграл 4 подряд кубка стэнли или 6 7 был вообще лучший-лучший в нхл михайло боссы его все знают как майкл босси я думал что он француз в общем смотрю иногда чтобы отлечься в лох про триатлон там ведет очень миешаня и семья парень крашен но он вроде бы раньше в россии жил и он едет на тесле но едет справа а слева едет за рулем его жена его оборот речи я такой издатый ко мне прилетела моя жена пососать мой писюн в общем там начался срач вокруг ахмадита какой-то конкурсный прозрачный провели ну о чем разберутся не того отобрали и заканчиваю я читал про в сальвадоре тюрьма какая-то нам страшная есть и я расскажу что там нельзя делать эти этим зекам площадь комплекса 170 гектар рассчитан на 40 тысяч человек тюрьма сидельцы члены банды mt mc-13 у всех пожизненные сроки надзиратели говорят что кто переступает порохой до тюрьмы обратно никогда не выходят это американцы такую тюрьму построили на американский день ее построили в сальвадоре тюрьма заполнена лишь на половину но в каждой камере по 80 заключенных содержание драконовский на одного человека на целых шестьдесятых метров квадратных кровати строго металлические из постельного белья дня простынка без матраса живут свет горит 24 на 7 в общем американцы не могут справиться в калифорнии и вашингтоне с этими бандами mc-13 они так пытаются через сальвадор навести порядок в этой стране из досуга только групповая гимнастика и проповеди местного пастора и смотрел еще выходе даже триатлончик летел через духом и вышел в майке там конопля нарисована было его в аэропорту полиция осматривала два с половиной часа чемодан разобрали на запчасти поэтому если вы летите через аэропорты не носите эти футболки добраны на так принципе все всем хорошего дня сейчас загружу в если будет светло и еще будет светло